Я хотел бы показать, что входит во врачебные сумки, с которыми выезжают наши врачи-педиатры. Итак, из диагностических методов врачи-педиатры обязательно берут с собой экспресс-анализы на грипп, на диагностику стриптококковых танзелитов, так называемый стрептотест. Дальше. Врачи-педиатры, безусловно, могут взять анализ крови в дому. Это капиллярная кровь из пальчика. Они берут с собой все необходимое с перчатками, салфетками и совсем необходимое для забора капиллярной крови. Кроме того, у врачей-педиатров имеется все необходимое для экспресс-анализа мочи, так называемый урискан. Все это можно сделать на дому, не отходя от постели пациента. Безусловно, доктор берет с собой фонандоскоп, атоскоп для исключения отитов у детей, совсем необходимое. То есть, доктор может сразу диагностировать воспаление среднего глюка. Безусловно, доктор берет с собой термометр для оценки температуры. И все необходимое для оказания неотложной помощи у детей. То есть, это не самые необходимые препараты. Ну, например, мурафен для снижения температуры, который мы можем сразу назначать и выдавать на руки пациента. Винтальгин для снятия приступа одышки затрудняемого дыхания. Еще пульмикорд. Препарат, один из препаратов выбора для лечения острых ларингитов у детей. Ну, из местных антисептиков перекис водорода. Мы обязательно берем с собой препарат аугментин. Когда нужно выдать пациенту, сразу назначить антибактериальную терапию. Мы берем с собой, безусловно, пластыри. Все необходимое для оказания первой помощи с травмами, с кровотечениями. И самый необходимый набор ампульных препаратов для оказания первой медицинской помощи. Наши доктора после визита к детишкам на доме, безусловно, вручают подарочки. И прием проходит в очень комфортной, спокойной обстановке. Мы стараемся очень бережно относиться к нашим маленьким пациентам. И, как правило, родители и пациенты всегда ставят удовольные визиты доктора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...